здравствуйте дорогие друзья я вас рада приветствовать на этом канале если вы смотрите это видео значит вы готовитесь к экзаменам а это очень похвально сегодня мы с вами решаем задание номер пять задание связано с лексическим значением слов задание которое проверяет наше чувство языка больше она связана конечно же с паронимами мы сегодня с вами разберем четыре задания попробуем вместе найти эти паронимы вы можете останавливать видео выполнять задание самостоятельно и проверять его вместе со мной ну что ж а мы давайте с вами прочитаем вначале задания как она звучит в одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово исправьте лексическую ошибку подобрав к выделенному слову пароним запишите подобранное слово то есть нам нужно найти ошибку это раз во вторых верно ее исправить это два значит смотрите как звучит у нас как выглядит у нас задание нам дают пять предложений некоторые слова пять слов ну как некоторые пять слов написанных капсом как говорят да со главными буквами одно из них написано неверно наша задача найти и исправить итак читаем предложение искусственный мед производят из свекловичного или тростникового сахара ну что сказать искусственный мед да здесь все нормально здесь нам предлагается пароним вспомнить искусный но мед у нас не может быть искусственным здесь они имеют ввиду что он не натуральный поэтому здесь все правильно с этим паронимом отец дал мне дельный совет перепревшие древесные опилки лиственных пород является хорошим разрыхлителем для почвы конечно совет у нас может быть дельным здесь пароним предлагают который нам вспомнить это слово деловой кстати я могу даже эти паронимы вам записать где-нибудь здесь деловой искусный чтобы вы могли постепенно с этими паронимами уже знакомиться совет у нас конечно же может быть дельным то есть как практичным а вот деловой у нас конечно же например деловая встреча деловой человек совет у нас не деловой поэтому здесь тоже все правильно значит маршак стал одним из зачинщиков советской детской литературы а вот здесь уже обратите внимание зачинщик имеет отрицательную ну отрицательное значение как зачинщик драки как что-то такое в отрицательном ключе но здесь то имеется ввиду конечно что то положительное и здесь у нас мы должны вспомнить пароним зачинатель и вот это и будет тот пароним на который мы должны исправить маршак стал одним из зачинателей советской детской литературы наша школьная команда по волейболу удачно выступила на отборочных соревнованиях здесь предлагают нам вспомнить пароним отборный но соревнования у нас не могут быть отборными у нас соревнования отборочные поэтому здесь в этом случае все верно мы любовались работой искусных ювелиров прошлого столетия вот здесь кстати как так интересно приведено искусственный и искусный обычно такие случаи стараются не приводить в одном задании но для нас это лучше конечно мы уже разбирали слово искусный это означает прям хорошо сделанный мастер своего дела и вот здесь мы конечно же именно ювелиры у нас не искусственные да ювелиры у нас искусные поэтому здесь у нас все правильно мы здесь вот нашли наш пароним хорошо давайте посмотрим на следующее задание мне вспомнился город моего детства и те самые знаменитые глиняные свистульки которыми торговали на базарах нам предлагается вспомнить пароним глинистые но свистульки они у нас не могут быть глинистые глинистые это больше как мы говорим про может быть почва какая-то глинистая с содержанием глины а свистульки сделаны из глины поэтому так я запишу вам пароним глинистые чтобы вы его помнили но здесь у нас все верно свистульки у нас глининые долгое время держалась у анюты то самое праздничное настроение которое помогало ей с легкостью решать даже самые трудные проблемы но здесь у нас имеется ввиду пароним который нам нужно вспомнить это праздное в данном случае слово праздное настроение быть не может мы здесь говорим что это именно праздничное то есть приподнятое поэтому в данном случае у нас здесь все верно в его обязанности входила оплата гонорара сотрудникам совместителям а вот здесь обратите внимание все дела в том что гонорар ну вообще оплата оплата должна быть чего-то оплата за что-то оплата чего-то быть здесь нужно вспомнить пароним выплата оплата должна быть за что-то за труд за рабочий день но здесь у нас именно выплата наша должна быть выплата гонорара гонорар не оплачивают гонорар выплачивают поэтому вот он наш тот самый вариант с ошибкой который мы исправили давайте посмотрим на другие варианты они должны быть верными но мы должны в этом обязательно убедиться кстати очень важный для вас совет даже если вы уже нашли предложение с ошибкой это касается любого задания ЕГЭ обязательно проверьте все остальные предложения это может быть например шестнадцатое задание в котором нам нужно найти например два предложения это может быть задание 1 это может быть задание 1 в котором тоже нужно найти два предложения с главной информацией о тексте значит дочитывайте все варианты до конца пожалуйста не бросайте их вы можете потерять детали можете упустить и соответственно потерять на этом баллы что совершенно не хотелось бы давайте дочитаем предложение после разговора с Натали Андрея охватила одновременное чувство любви и ненависти и это двойственное чувство не покидало его до вечера здесь нам предлагают вспомнить пароним двойное но все дело в том что свойство чувство у нас не может быть двойным оно у нас двойственное как значение противоречивое противоположное а двойное это означает удвоенное чувства у нас не удваиваются поэтому здесь у нас все верно в этом предложении система отслеживала только исходящие звонки здесь у нас пароним исходные так я думаю что я где-то вот здесь в углу уже нахожусь я думаю что я уже что-то там закрыла ну ладно мы уже думаю поняли но у нас звонки не исходные а исходящие как исходящие и входящие здесь тоже все верно то есть мы с вами совершенно правильно нашли наш вариант с ошибкой так еще одно задание для нас останавливайте делайте проверяйте вместе со мной ступени были волнуты по середке как в храме истертые почти истертые почти вековой беготней мальчиков значит вековой беготней ну здесь у нас что беготня на протяжении века здесь у нас все верно здесь у нас есть еще пароним вечной и смотрите какой интересный случай конечно вы сейчас не можете сказать да у нас тут может быть пароним стертые почти вечной беготней мальчиков но я вам покажу случай когда точно мы не можем использовать в этом в этих пяти предложениях словом поэтому вот здесь у нас все верно вихре в практической жизни отличался редкостным простодуши ну здесь у нас пароним практичной и практическое здесь все верно адресанка сообщила что раньше никогда не писала в газету но теперь поняла от чего человек берется за перо писать значит общаться здесь у нас адресат пароним но адресат это тот кто получает какую-то корреспонденцию а тот кто пишет это адресант поэтому здесь у нас все верно Марина Васильевна очень взволновалась но все-таки прислушалась к мудрой и практической своей приятельнице а вот здесь уже обратите внимание приятельница у нас написано практическая пароним у нас мы его уже сегодня тоже видели практичный приятельница может быть только практичной не практической вот оно предложение с ошибкой вот почему важно не просто как мы обратились сом вековой да у нас был такой момент что может все-таки вечной может быть все-таки вот здесь у нас но дочитывая варианты вы можете сказать что вековой беготнёй здесь у нас ступени были вогнуты вековой беготнёй мальчиков то есть они бегали на протяжении века а вот здесь уже точно этот пароним использовать нельзя и последнее предложение в северных графствах против короны восстал могущественный и аристократический план клан Персии их также прозывали королями севера ну клан конечно же у нас аристократический аристократический у нас есть аристократичный ну здесь у нас все верно итак наш вариант практичной обратите внимание как мы пишем ответ в бланк мы пишем его в той форме в которой нам нужно его поправить в предложении то есть не в начальной форме не используя какие-то другие например там части речи тут нельзя этого менять мы здесь то же самое используем окончание мы только исправляем пароним и последнее задание значит многие люди страдают от безответственной любви не понимая почему их отвергают здесь нам предлагают вспомнить безответной и конечно же это и есть то самое слово безответственная любовь ну в принципе можно конечно ну сейчас посмотрим на оставшиеся предложения и вы убедитесь что вот это и есть у нас то самое в своей повести писательница с большим юмором рассказала о романтических мечтах своего бездельника ну мечты у нас могут быть романтичными романтическими романтическими потому что они исполнены у нас относящиеся к романтике романтичный у нас здесь может быть человек но здесь все верно в память у меня в памяти остался лишь небольшой отрывок из этого стихотворения здесь нам предлагают вспомнить пароним обрывок конечно обрывок и отрывок тоже могут быть использованы обратите внимание но также отрывок верный косуля очень пугливое животное и встретить его удастся очень редко здесь у нас пароним пуганное но про животное которое боится мы говорим именно что пугливый поэтому здесь все верно в зале играли играла ритмичная и зажигательная музыка однако танцующих было мало но здесь пароним ритмическая но этот пароним здесь использовать вообще нельзя поэтому мы здесь у нас музыка ритмичная у нас поэтому наш ответ как мы предположили с вами сразу это именно безответная любовь любовь от безответной и так ну что ж мы сегодня с вами прорешали разные получается варианты исправили паронимы нашли те самые слова я надеюсь у вас тоже все получилось напишите в комментариях сколько у вас получилось правильных ответов в фастах должно быть 4 конечно же 4 на экзамене у вас должны быть абсолютно все правильные ответы значит не покидайте так быстро этот канал перейдите в плейлисты вы возможно найдете еще для себя очень полезные видео некоторые ссылки я оставлю в описаниях к этому видео открывайте и переходите ну что ж а я вам желаю всего самого хорошего на экзамены вам легкого варианта с вами была Ольга Сергеевна до свидания